Добрый вечер. Не расстался с комсомолом, оказался молодым и с молодецким задором. Наш гарант понаподписывал кучу всяких поправок в административный кодекс и закон о безопасности движения, введя двойное наказание за одно и то же нарушение, что запрещено Конституцией, но в отношении социальной группы, пораженной в гражданских правах, как его являются водители, это, конечно же, целесообразно. Вы слышали, наверное, что сегодня подписаны эти самые поправки. Все обратили внимание, в первую очередь, конечно, на самую спорную статью этих поправок, на самую спорную часть, долгожданную и многократно обсужденную, связанную с промилле. Промилле на стадии обсуждения еще назывались этим иноземным словом, но в закон попали уже в нашей привычной системе измерения в миллиграммах на литр выдыхаемого воздуха на целых 16 сотых. И сама по себе идея очень правильная, замечательная, она по-прежнему никому не разрешает пить за рулем, о чем мы с вами, мы, трезвенники, с вами знаем, все остальные по-прежнему также трагически полагают, что пить можно. Надеюсь, что полиция за взятки их разубедит в этом. И это самое малое из зол и самое значительное для тех, кто, в принципе, не хочет разбираться дальше в произошедшем. Все обрадовались тому, что теперь можно спокойно пить кефир и квас. Алкоголики подумали, что выхлопом своим теперь они уже как минимум не рискуют остаться без прав и не обрекают себя на пешеходную жизнь, поэтому дальнейшее не так важно. Это правильно, когда тебе кидают дохлую кошку, и она становится предметом обсуждения. А в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле, и произошли совершенно трагические вещи. По ряду правонарушений, которые, по большому счету, не контролируются нами. Так же, как не контролируется нами погрешность алкотестера, и в любой момент мы можем получить от опытного инспектора эти самые 0,16, а также 17, 18, 19 и 20 миллиграмм на литр. Это давно известно, и погрешность прибора, вы, наверное, помните эту коллизию, когда правительство постановило провести проверку приборов, на что Росстандарт отказался. Росстандарт сказал, что мы не собираемся проверять истину, мы не собираемся проверять сами приборы, мы работаем с документацией, поэтому мы в ответ на требования правительства еще разок прочитаем инструкции к алкотестерам, и на основании этого сделаем вывод о их погрешности. Так вот, эти погрешности, они по-прежнему не на нашем поле, мы к этому привыкли, но, по крайней мере, мы ушли от абсолютного нуля. И в этом действительно наша маленькая победа. Наше поражение глобально в том, что, поскольку камеры на дорогах поставлены не ради снижения смертности, снижения аварийности, повышения безопасности, безопасностью на дорогах по-прежнему не занимается никто. Есть большое количество людей, получающих за нее зарплату, но нет людей за нее отвечающих. И видеокамеры поставлены для того, чтобы обогащать бюджеты. С бюджетами у нас полная трагедия. Денег там мало, иногда совсем мало, кормящими признаны водители. Поэтому ради видеофиксации нарушений как раз и началось попрание Конституции. Нас вывели из-под действия статьи о презумпции невиновности. И теперь мы обязаны доказывать свою невиновность, что противоречит основному закону. А вот теперь туда же, к этим видеокамерам, превышение скорости. Вот с превышением скорости получается очень интересная вещь, потому что тарифная сетка установлена. Наконец-то в качестве дискуссии аннулировано наше вечное бодание по поводу 10 км в час. Вот эта погрешность. То ли стрелка у меня дрыгнула, то ли прибор у него неточный. Это не победа. Это не играет вообще никакой роли. За 10 км в час нас не наказывают. И неважно. Основным штрафом становится 500 рублей. Это вилка в 20-40 км превышения. Если 40-60, то здесь тоже вилка, но интересная материальная вилка 1000-1500. Это значит, там где вилка, там уже можно поторговаться. А дальше может быть интересным. Повторное нарушение. За повторное нарушение превышения 60 км в час происходит удвоение тарифа. 3000 рублей. Откуда, кто и на каком этапе может определить повторность вашего нарушения? Подразумевается, что каждый полицай умеет пользоваться компьютером. Есть единая база наших нарушений. О том, как выглядит единая база наших нарушений, мы видели уже по порталу Госуслуг, по порталу ГАИ, где понять ничего невозможно. Опять-таки, что связано с оплатой. И в процессуальном отношении очень важно понимать, что они подразумевают под повтором. Повтор – это действие, протяженное в каком периоде времени? По административному кодексу есть такое понятие, как «сгорело». С одной стороны, ты не оплатил и не было возбуждено исполнительное производство. Год прошел, и взятки гладкие. С другой стороны, пока нигде мы не видели подробностей. Вот это повторное нарушение – это в какой период? Например, за всю жизнь водительскую? Очень даже может быть. Или с неясной датой, когда милиционер достает планшет, он же некоррумпированный, прошедший переаттестацию, полицай, и говорит, о, да у вас повторное. И вот если вам выписывает штраф видеокамера, тогда возможно, что здесь есть какая-то база данных, и, что называется, компьютер пересчитывает вам ставку. Оно у вас повторное за, например, за какой-то легитимный период, условно говоря, в течение одной недели. И тогда у вас было 1500, второй штраф приходит на 3000. Но ведь алгоритм действия полицая не изменился. Когда он стоит на обочине с видеокамерой и вас останавливает, он же предлагает вам как раз поторговаться. И в случае, если вы согласны, он может сказать, ну да, действительно, ваше правонарушение было зафиксировано видеокамерой, и оно дороже, но не лишает вас права управления, если вы, например, превысили больше, чем на 80 км в час. И тогда ты мне половину тарифа плати, и все будет нормально. А ведь если полицейский не при помощи видеокамеры, а при помощи прибора определил ваше превышение скорости, вот тогда идет лишение. И вы не понравились полицаю, он может вас пустить по одному сценарию, может вас пустить по другому сценарию. То же самое, как произойдет у вас, например, с этим самым комплексом видеофиксации неподкупным. А когда вы поехали Москва-Крым-Москва, у вас первая камера вас цапнула за превышение скорости на 1000 рублей, вторая камера вас цапнула на 3000 рублей, а все остальные у вас пошли как рецидив, и вы нахватали, например, за одну поездку. В течение одного дня 5-6 камер, и вас лишили права управления, потому что вы рецидивист. И еще вас наказали рублем, потому как товарищ Путин у нас подписал одновременно две санкции. Если превышение скорости у вас было больше, чем на 80 км в час, вы проезжали, например, там где знак 40, вы проехали там быстренько, тогда у вас 5000 рублей или лишение прав на 6 месяцев, а повторное нарушение – однозначное лишение прав на год. То есть вы сначала ехали, превысили на 1500 рублей, потом вы приехали на 3000 рублей, потом вы приехали на 5000 рублей, а потом вы лишили права на год. И все это за один день в рамках одной поездки, о чем вы узнаете от неподкупных компьютеров и писем счастья, брошенных вам в почтовый ящик. И повторное нарушение, вот оно как раз, оно ведь и штрафуется, и наказывается лишением прав. Вот это двойственность наказания. Точно такая же двойственность наказания прописана в отношении пьяной езды, когда состояние алкогольного опьянения у нас наказывается теперь штрафом в 30 тысяч с лишением права управления. То есть вы не договорились с алкотестером, вот эти самые 0,16 миллиграмм на литр, это что называется, не про вас, потому что инспектору не понравилась ваша рожа, и тогда вы получили сразу два наказания. Вас и лишили, и еще 30 тысяч вам выписали. Два наказания за одно деяние. А после того, как вас лишили, вы получаете третье наказание за это же самое, называется переэкзаменовка. Вы должны прийти и сдать правила дорожного движения. Ну, на самом деле сдать правила дорожного движения, это не так сложно. То есть этим всех пугают. Я как-нибудь в одной из передач расскажу, потому что я этим занимаюсь практически каждый год. Я каждый год открываю себе какие-то новые категории в правах. Ну, там то прицеп, то грузовик, то автобус. И я каждый год сдаю вот эти самые экзамены. Это реально несложно. Это действительно не самая большая проблема. Но вот в случае, когда вас лишили за пьянку, то вы получаете три наказания одновременно. Штраф, лишение и переэкзаменовку. Причем в советское время, когда отказались от переэкзаменовки, именно потому и отказались, что в правовом смысле это двойное наказание, повторное за одно и то же деяние. А здесь официально закреплено теперь в постановлении Путина, что у нас будет двойное наказание, а в случае, если это езда по пьянке, то это, соответственно, тройное наказание. Я сейчас в данном случае не обсуждаю тех, кто действительно выпил и кого желательно было бы расстрелять на обочине. Я говорю о некоррумпированности нашей полиции, которая, естественно, неподкупна. И мы с вами знаем, какое большое количество дел в процентном отношении касается людей, которые не пили в принципе никогда, но лишены. Вот для них будет даже не двойное, а даже тройное наказание. Это совершенно потрясающее достижение нашей правовой системы. Перерыв на новости. Постановление Путина вступает с 1 сентября. В отношении выдыхаемого воздуха нами, поголовными алкоголиками, оно вступает с момента опубликования, то есть даже раньше. Поэтому с сегодняшнего дня пить по-прежнему за рулем нельзя, но 0,16 миллиграмм выдыхать можно. Во всем остальном мы ждем полной деградации нашей правовой системы в отношении водителей с 1 сентября этого года. Тройное наказание за одно и то же административное правонарушение это выдающееся достижение нашей системы. И вспомните, я как раз вчера приводил цитату из Карла Данишевского, нашего председателя революционного военного трибунала, 18-м годом датированного, как раз о том, что никакие правовые нормы нам не нужны. Вот как раз мы к этому благополучно приходим. Причем, что хорошо, Данишевского вовремя расстреляли. Этот негодяй, конечно, при жизни очень много людей уничтожил, но самое главное, что кончил так же под забором. Причем по точно такому же неподсудному обвинению. Просто взяли, просто сказали, что надоело, и просто расстреляли. То, чем он занимался, ту систему, которую он выстраивал, она же его и казнила. Ну, 21-й век, конечно же, мягче. В Москве всего лишь 5 баллов по шкале Яндекса. Мы тихонечко дохнем в пробках, которые не отображаются на карте 65 10 9 9 и 6. Это мой телефон, рабочий. Пожалуйста, звоните. 4 9 5. Первым дозвонился Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Алло. Здрасте, вы уже в эфире? Добрый день, меня Дмитрий зовут. Город Саврополь. Ух ты. Не замирайте от счастья. Алло. Что что? Не замирайте от счастья. Говорите, Дмитрий, воспользуйтесь тем, что вас слушает вся столица и с небольшой отсрочкой все Ставрополье. Ну, хорошо. Машину уже не выбираем. Вот Мазда 2 или Ford Fusion. Хотел ваше мнение узнать. Какие болезни есть. И коробка на Мазде как-то настораживает автомат. А вы берете новые машины или на вторичном рынке? Ну, с небольшим пробегом, обе где-то с тысяч по сорок. А в Ставрополье много армянских сервисов, которые гарантируют вам 40 тысяч на любой машине, которую вы мечтаете купить? Сервисов много, но там видно, что 40 тысяч по вторичным признакам, как мишкам по сервисам. Ну, допустим, еще на гарантии они стоят. Ну, если еще и на гарантии, куплены недавно. Это тем более любопытная причина, по которой барышня отказалась, например, от Мазды 2. Ну, видимо, Ставрополье настолько зажиточный край, что обычно там принято машину на этом рубеже сдавать. Без причины. Не потому, что она перевертыша и только что ее отскребли от телеграфного столба. А потому, что она новая, хорошая и пробег 40 тысяч это достойный момент для того, чтобы продать. Мазда 2 и Ford Fusion, они, как ни странно, очень близкие родственники по платформе. Родились они из одного генетического кода, но в разных инкубаторах. Мазда 2 замечательно едет. Это машина для барышни, которая любит скорость и умеет лихо проходить повороты. Вот если она с упоением проходит поворот, так что повизгивает резина и Дмитрий, сидящий на правом переднем сиденье, обнимающий аэрбэк, тогда Мазда 2 великолепно и подойдет, хотя стоит она как самолет. На деньги за Мазду 2 можно взять себе машину, ну, килограмм, наверное, на 500 больше и метра на полтора длиннее. Ford Fusion сильно выигрывает у Мазды 2 только дорожным просветом. Он реально выше и он удобнее по посадке. Там хорошо сидится, там хорошо видится, хорошо рулится. При этом Fusion ни в коем случае не берите на роботе. У него есть комплектация с роботом, есть комплектация с автоматом. Вот автомат на Мазде и автомат на Fusion, они живут неплохо. В том случае, если спинометр не скручен, если там не 200 тысяч и не запоротая коробка с жареными фрикционами, а реально 40 тысяч, при реальном пробеге 40 тысяч и там, и там проблем нет никаких. И вопрос только кубатуры и стиле езды. Ford под спокойствие, Мазда под провокацию. А дальше все, соответственно, уже на усмотрение жены. Александр, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Очень рад, что дозвонился. Спасибо за ваши эфиры. Хотелось бы поделиться опытом по тему, которую вы подняли по поводу штрафов. Да, давайте. На Медне буквально ехал в Казань. Как оказалось, впоследствии за Бегу вперед пришли три штрафа по 2,5 тысячи за превышение скорости. Но между этими штрафами меня остановили на посту и лишили прав. Ух ты. Делого я направил в суд по месту жительству, соответственно. Но поскольку нарушение было единственным, я имею в виду без повторов, судья мне права благополучно вернула и назначила минимальный штраф в 2 тысячи. А за что? Что была причина? Почему у вас права отобрали? Отробрали 122 километра в час. Я торопился к родственникам. Ну, там семейные проблемы некоторые реально существовали. И я создавал себе отчет в том, что надо торопиться. И шел сознательно на нарушение. В принципе, о суде так все и описал. То есть это тот самый редкий случай, когда вы столкнулись с вменяемым судьей? Да, да, вы знаете. Действительно, ну, поковырялся в интернете пару дней и написал на листочке собственные мысли. Она меня слушать не стала, правда. Она просто взяла, прочитала этот лист. И просто взяла мне и отдала права. Ну, а что мне делать с остальными штрафами, которые вот у меня лежат там на 8, ну, сколько там получается, тысяч, я даже не знаю, куда их деть. Может быть, посоветуйте. Как всегда, два правовых пути. Первый, вы их получили по почте, что абсолютно нелегитимно вам должны были подобную бумагу сунуть лично в руки под вашу подпись. Поэтому вы можете сделать вид, что вы их в гробу видали, кстати, вы их там действительно видали, и не платить. А с другой стороны, можете тихо оплатить и тем самым исполнить свой долг перед нашей недоброй Родиной, которая почему-то всегда считает, что мы и должны. Да, принципиально не собираюсь этого делать, тем более и дорожные налоги у меня копят уже второй год подряд. Вот, и юристы говорят, что эти штрафы сгорят через год. Да. И никто на них смотреть не будет, тем более областные, ну, регионовые, то есть. Да, региональные, региональные. Да, да, да. Сергей, второй вопрос. Хотел бы поблагодарить вас. Как-то полтора года назад я вот сегодня дозвонился, а тогда я дописался, когда еще СМС ваши помощники помогали вам читать. Вот, вы мне порекомендовали Opel Insignia вместо дизельного из Lexus, из 220. Ну, да, я представляю, я бы то же самое вам порекомендовал бы и сейчас. А, ну, тем более. Мне нашел в итоге знакомых, которые мне из Кельна пригнали автомобиль, 100 тысяч пробег, оказался реальным, там, полу юридическим всем проверкам. Дизель, 160 сил и универсал, к тому же. То есть, очень доволен автомобилем. Спасибо вам большое. Ой, спасибо вам за добрые слова. И у вас, кстати, шедевральный дизель. Вот машина с этим дизелем имеет совершенно другой ездовой характер, чем с бензиновым мотором. Insignia должна быть дизельная. И она же, она же как птица. Ну, вот сочетание именно 2-литрового 160-сильного с 6-ступкой, вот, с автоматом, хотя это мой первый автомат, очень даже будто, ну, будто всю жизнь водил этот автомобиль. Единственное, да, мне пришлось на 100 тысяч все расходники поменять. Правильно. Голодки по кругу, ремни и фильтры. Скажите, Александр, а у вас пароварка с мухобойкой есть? Как бытовая техника, вы имеете в виду? Вот та самая система, которую подает пар на лобовое стекло для того, чтобы ошметки насекомых оттуда убирать. А, да, 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 есть такая штука. Вот, которая называется пароварка с мухобойкой, она совмещена. Работает она у вас? Ну, не знаю, может, на русских мух это как-то не распространяется, но... Не, ну, в принципе, действенная, в принципе, действенная. То есть, некоторые, так скажем, размазанные насекомые влетают все-таки. То есть, она реально подает кипяток на лобовое стекло, пар? Ну, по-моему, это не просто пар, а горячая вода. Ну... Вот, так скажем. Или, может быть, что-то не так работает, естественно, я не особо осведомлен по этому поводу. Они заявляли, что эта система, в принципе, должна подавать пар, но кто его знает, степень конденсации, скорость конденсации может быть такая, что... Ну, да, закипело, вот чайничек только свистнул. Тут вы им раз на лобовое стекло, муху бряк, и все, и поехали дальше. На самом деле, летом это куда лучше работает, чем зимой. Зимой, конечно, проблематично. Тем более, машина зим не видела, и... Ну, неприспособлено, грубо говоря, было опять... Да, но... Немножко адаптировать. Тем более, что по зиме, если брызнуть кипяточком на лобовое стекло, может плохо кончиться. А что значит адаптировать? Вы что с ней сделали под зиму, под русскую? Валенки купили? Нет, ну, во-первых, я купил шубу на аккумулятор. Во-вторых, я поменял аккумулятор, потому что тут же у меня сгорела банка. Ну, потому что аккумулятор уже ему 4,5 года было, он в Германии отъездил. Пришлось поменять. Ну, и плюс резину купил, конечно. У них, в принципе, на 18-е колеса даже резину-то не продается такой, как мне уверяли. Ну, тем более, что у них же шипы запрещены, а у нас, наоборот, приветствуются. Ну, да, да, что я и сделал, в принципе, на хаке ездил и продолжаю это делать. Сергей, хотелось бы очень задать вопрос по поводу автомата. Когда его лучше обслужить и поменять маслице? А то первый раз толкнулся с автоматом, и как бы... Уже. Вам все скажут, что у Инсигнии он залит маслом на весь срок службы? Не верьте, уже можете спокойно ехать и менять масло. Вот именно это и хочется, потому что срок службы в Германии и у нас он в два раза отличается, а то и в большинстве. Ну, практически, как служба в русской армии и в германской. Благо, не удалось мне там побывать. Сергей, спасибо большое еще раз вам. Очень рад, что выбил эту машину, а не Lexus тот же. Я думаю, с ним бы намучился. Тем более, он бы был старше года на три, это точно. Он был бы понтове, и это были бы понты галимые. Вы абсолютно правильно поступили. Хорошая машина у хорошего человека. Видите, какие результаты? И машина отозвалась всем сердцем. Игорь, здравствуйте. Алло. И тишина. Это у вас тишина, у меня-то жизнь бьет ключом. Игорь, отзовитесь уже. По-моему, что-то у нас со связью на этой линии. В дело вступает Георгий. Здравствуйте, Георгий. Алло, здравствуйте. Здрасте. Сергей, такой вопрос у меня к вам. Я являюсь счастливым обладателем Volvo ХС90 с двигателем 2.5 бензиновым Turbo. О. Вот. Машинка 2003 года, уже старенькая. Хочется что-то поменять, но никак не могу выбрать на что. То есть, это явно кроссовер должен быть до миллиона, да? До миллиона? Вы хотите... Это вторичный рынок. Это вторичный рынок. Понятно. То есть, вы, Георгий, как сеятель облигаций госзайма, хотите пройти со своим миллионом по помойкам, чтобы оросить счастьем продавца, поддержанного со скрученным спидометром? Да, да. Но у меня возникает сложный вопрос. Мне, я как... По будним дням я в галстуке езжу на работу, да? На машине. А в выходные я на рыбалке, сзади прицеп с лодкой у меня. То есть, мне какая-то такая машина нужна. Вот, никак не могу выбрать. Выбрал, вот, подобрал из всего оптимально. Мне хотелось бы, чтобы машина была попроще. Без снегового подвесок, без всяких там. Вот. А есть такая машина Opel Antara, похожего класса, но с Volvo на Opel перепрыгивать тоже как-то тяжеловато, я думаю, будет. Она вас разочарует, хотя новая Antara – это хорошо, а предыдущая Antara – это серьезный учебник по работе над ошибками. Там много глав вынуждены были переписать. Ну, а какого плана? Так какие машины еще можно посмотреть? А всяческие там Pajero, Pajero Sport и прочее вы уже не рассматриваете? Нет. Что-то хотелось попробовать европейское, наверное. Что-то как-то к японцам душа не лежит почему-то. Хорошо. А кого еще вы смотрели? Ведь всерьез кроссоверов, которые будут таскать вас вместе с лодкой по буеракам, маловато. А Tuareg 2.4 дизель на механике без пневмоподвески? Это вопрос попроще. Да. Это тоже можно, но Tuareg лучше всего 3.0 дизель. 2.4 ему мало. Чтобы Георгия не держать на линии, поэтому мы с ним, собственно, и расстались. Но, тем не менее, Георгий, после Хосе 90-го, если искать себе Tuareg, это очень правильно. Tuareg машина универсальная. Но самое правильное сочетание это все-таки автоматическая коробка. Понятно, что по цене 2.4 ручка это самая беднязкая комплектация. И есть ощущение такой иллюзорной надежности. Будто бы ваш предшественник и ручку не сломал, и двигатель не завернул. Но 3.0 с АКПП это формула успеха. Это и живет долго, и ездит хорошо, и, в принципе, ломается не всегда и не сразу. Tuareg, на ручке это не та машина. Она вас радовать перестанет довольно быстро. Виктор, здравствуйте. Сергей, добрый день. Во-первых, хотел поблагодарить вас за передачу, за вашу. Ой, спасибо. И хотел высказаться. Вы знаете, в Москве, если знаете, Каширское шоссе у нас запустили после реконструкции. Вы уже там с цветами и транспарантами бегали в благодарственном порыве, товарищу Собянину, нет? Вместо цветов и транспарантов другой бы в руки взять. Так. А что так? Вас же осчастливили, Виктор. О, да. Счастье привалило. Если знаете поворот на Борисовские пруды и улицу... Знаю. ...то раньше из центра он был с левого ряда. Угу. Теперь сделали через карман. И, в общем-то, Каширка встала намертво по вечерам. То есть, через правый карман, да, и, соответственно, перекрывается не только полоса из области, но и из центра. Конечно. В общем, стоим теперь там мы намертво. Это нормально. Это Европа. Поворот через карман приблизил вас к тому, к чему Россия стремилась в последние тысячи лет, но никак не могла доползти. А именно к Европе. Вы разве не ощутили, Виктор? Ну, прямо Лондон. Простите, а Ханты-Мансийск, который подкрался вместе с вами тоже к Европе, это же хорошее сближение? Это... Вот у нас ведь три человека в Москве занимаются вами, Каширкой и Асфальтом. Это человек из маленькой деревни на берегу Северного Ледовитого океана. Это человек из маленькой деревни под Таллином. И человек из маленькой деревни из-под Курска. Вот все трое, они сейчас как раз и строят эти вылетные магистрали, новые карманы и реконструируют транспортную жизнь большого города. Вы разве не заметили, что они преуспели в этом? Да, преуспевают очень сильно. Ничего не скажешь. Оказывается, земляк мой из-под Курска, из деревни. Ну, вот товарищ Бирюков, он из деревни такой, про которую в Википедии написано, что там четыре улицы. Это очень неплохой задел, формирующий восприятие человека для будущей городской деятельности. Вы же видите незыблемость Бирюкова. Ведь это же Бирюков именно у нас красит бордюры и заборы в чудовищные цвета сумасшедшего дома. Эта эстетика вполне, я так понимаю, привнесена из колхоза, который разорился на месте этой деревни. Ну, понятно. Какую краску завезли, то и покрасили. Да, причем я как-то не замечал, чтобы по Европе так было принято. Знаете, приходилось бывать, не покрасили ни Париж, ни Лондон, ни Берлин. Вот ни разу ни одного бордюра крашеного не видел. Ну, правда, я понимаю, что мэры этих городов не служили в Красной Армии. Они просто не понимают, что такое беленый бордюр. Ну да, и зеленая трава. Да? Не в курсе, ребята? Сергей, еще такой вопрос. Сейчас катаю фокус второй. Ну, вот уже 122 тысячи. Вот, задумываюсь о том менять. Ну, смотрел, что, значит, либо что-то кроссоверы. Хочется что? Что-то дизельное на автомате на полном приводе. Ну, вот для себя как-то мысленно пока это или вот упомянутая уже инсигния сарай, или Куга. Ну, Куга очень сильно смущает. Новая в кавычках она. Новая в кавычках, да. У новой Куги, собственно, изменился только мотор. Вместо, в том числе, шедеврального совершенно большого двигателя от Вольво пятицилиндрового, туда сейчас ставят эти вот мелкие капельницы с турбиной. И вообще, конечно, на вашу первичную жизнь должно хватить, а на вторичном рынке это умрет в судорожных объятиях следующего владельца, не менее счастливого, чем вы. Вот у вас, кстати, фокус с каким мотором? 1.6. 1.6? Угу. Для него маловато, конечно, моторчик для него, на автомате еще. А, на автомате маловато, на ручке, кстати, хватало. Но вот в целом за 122 тысячи какие-то нарекания машина вызвала? Да, вы знаете, вот самое удивительное, российская сборка, в общем-то, кроме расходников, а там элементы подвески у нас по России можно тоже расходником считать, по большому счету нареканий нет. Единственное, подвывает пошибничек на коробке на первой передаче, но это как-то врожденно уже. Ух ты, неприятно на самом деле. Ну, неприятно, да. Но, в общем-то, было с самого начала, разговоры с дилером традиционно ни о чем. Ну, да, дилер такие вещи не любит, хотя приятно так согнуть иногда его об коленку, чтобы он поменял. Ну, уже все, момент упущен. А вот к разговору о всяких там полном приводе и кроссоверах. Насколько вам важен бренд? Не принципиально. То есть, вот в плане бренда понты все эти, дел 22-й. Важно вот семью возить, на дачу ездить, побольше загрузить, ну и тому подобное. Ну, в пределах разумного. Знаете, как ни странно, вот среди машин, которые нашим рынком недооценены, существует никому вообще нафиг не нужная штуковина под названием Санговый Йонг Акцион. С Материалом очень недорогие они, кстати, в сравнении комплектаций. Они не то чтобы очень недорогие, они обманчиво недорогие. А когда он на полном приводе и в нормальной комплектации, он стоит те же самые 800-900. То есть, он и в миллион упирается. И вот, например, Акцион, что бензиновый, что дизельный с автоматом. У него, причем, что приятно, они молодцы, они прекрасно понимают наши столичные реалии. С потолка написали очень грамотную цифру по количеству лошадиных сил. У них оба мотора 149 лошадок. Ох, красиво как. Молодцы. Вот это блистательный маркетинговый ход. И Акцион, он реально хорошая машина. Он немодный ровно настолько, чтобы его никто не угонял в принципе. Его в потоке, ну так, нельзя сказать, что обижают и нельзя сказать, что любят. Едет себе и едет. А двигается он хорошо. И бензинка у него классная, и дизелюха у него неплохая. Причем, он же может и забраться в том числе туда, куда макар с телятами. А дизели надежные, но они нормальные дизели. Вот степень надежности здесь очень индивидуальная. Потому как много-много всяких разных санговых йонгов, они вызывают восторг первичного обладания, а потом тихо умирают на заднем дворе при незначительных сроках эксплуатации. Такое тоже за ними водится. Но вот когда берешь эту машину, любишь ее и катаешь весь гарантийный период, как правило, вопросов она не задает. Акцион у них удачный. Он странный, но у него фантастическая шумоизоляция. В нем реально не слышно дороги. Он очень неплохо двигается. У него там единственное, вот мне не понравился косяк. У него чем выше комплектация, тем более электрифицированный руль. У него в двух нижних комплектациях гидро, а в трех верхних у него электро. Вот это электро на большой скорости начинает пустеть в нуле. Да, я понял. Но это все-таки неправильно. У любого акциона от рождения, как у всякого корейца, стоит наипоганнейшая резина. Корейцы не умеют делать резину. В ближайшие лет, наверное, 200, они просто не считают нужным этим заниматься и не преуспеют никак. У него там стоял, по-моему, Hankook Solus. Ну, BL85 лучше, чем Hankook Solus. Если поменять на приличную резину, то в акционе больше ничего не надо доделывать. Он едет хорошо. Возьмите на тест, гляньте его. Сергей, спасибо. Посмотрю машинку, да. Спасибо большое. Полюбопытствуйте. Тем более, кстати, у них бывают очень неплохие цвета. Не настолько омерзительные, как это принято у нас в большинстве случаев. Здравствуйте, Эд. Сергей, добрый день. Рад слышать вас. Да, добрый день. Я тоже рад вас слышать. Спасибо большое за передачу. Слушаю только вас. Очень приятно вас слушать. Спасибо. За вашу ум, иронию. Очень приятно. Сергей, скажите, пожалуйста, вот приобрел месяц назад Lexus ES300H. Вот. Вы знаете, очень доволен автомобилем и доволен по двум причинам. Не хочу этим ворюгам платить большие налоги за автомобиль. И вторым ворюгам не хочу платить за бензин. Вот. И, ну, пока вот как бы все устраивает в этих двух моментах. Ну, в общем, конечно, аппарат у вас оригинальный. И, наверное, на вас пристально смотрят на светофорах. Не замечал. Вы знаете, вот, ей-богу, не страдаю. Вот, как бы, ну, не знаю. Не замечаю. Ну, да. То есть едете вы себе, едете. А вы его откуда добыли? А я купил его у дилеров Lexus. То есть вы говорите о том, что вы не хотите этим ворюгам переплачивать. Ну, части ворюг вы все-таки переплатили. Не, ну это, да. Ну, куда деваться? Ну, куда у нас деваться от этого? Ну, да. В общем, действительно, почему бы не деваться туда? И вот эта ваша приставочка H, она как у вас? Прямо так вот маслом по сердцу? Да. Да. И как это все едет у вас? Вы его, судя по всему, взяли только недавно, то есть зимы еще не было? Нет, нет, нет. Вы знаете, я его вот месяц назад купил. И едет замечательно. В пробках езжу только на батарейках. Вот у меня расход, получается, 6 литров в среднем. И это показывает электроника. И я замечаю непосредственно по расходу бензина в баке. Приятная добавка. И что особенно радует, по большому счету, вот именно батарейки у вас никогда и не сломаются. В Лексусах, ну, в Тойотах они все-таки эту тему отработали. Они молодцы. Да, вот я надеюсь, что не сломаются. А вот по весу у вас нет ощущения перетяжеленности машины? Вы знаете, да, чувствуется, что она тяжеловатая. Это есть такое ощущение. Но, понимаете, я, как сказать, и вырос из того возраста, когда там гонять нужно, там, я не знаю, хочется. Мне уже не хочется. У меня большая семья, которая прекрасно помещается в этом автомобиле. Вот. И ездит он потихонечку, спокойненько, тихо, бесшумно. Да, да, да. Вы как раз заплатили большие деньги за тишину. Потому что вы можете себе позволить ехать в абсолютной тишине. И с очень неплохой графикой дисплея, который вам такие интересные картинки рисует, что можно смотреть их вместо телевизора круглосуточно. Да, да, да. Вот дети меня просят включить этот телевизор. Да, да, папа, покажи, чего там у нас куда. Какой поток куда сейчас потек. Да, 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 да. И там действительно очень все это увлекательно. Причем оно такое живое ощущение, что в этой машине бьется реальная жизнь. Она не бездушная, в ней что-то происходит постоянно. Это да, есть такое ощущение. Ну, долгих лет вам счастливой эксплуатации этого автомобиля, который на самом деле и, в общем-то, не подведет вас. Единственное, что он вам сделает, это он кисло скривит ваше лицо в момент продажи, потому что по ценнику он будет совершенно неинтересен. Но это уже будет потом, это когда? Это будут другие деньги, это будет другая страна. Да, да. Скажите, Эдуард, по поводу постановления, которое Путин подписал по поводу поправок, вот это тройное наказание, когда вы, может быть, и не пили, но вас и лишили, и оштрафовали, и еще потом на перегибзаменовку доправили. Насколько эта мера справедлива по отношению к тем, кто реально пил? Вот как вам кажется? Сама по себе правовая ситуация. Вы знаете, вот, ну, как бы с правовой точки зрения мне тяжеловато судить, я просто сужу чисто по-селовечески. Вот я очень, очень мягко сказано, что негативно отношусь к тем людям, которые употребляют спиртные напитки, а уж тем более за рулем. Да, правильно. И я считаю, что то, что там, в общем-то, разрешили эти промиллы, ну, я считаю, что это неправильно. Вообще, ну, нельзя этого допускать. Ни в коем случае эти всякие промиллы, это все... То есть вы считаете, что в этом есть провокация людей к употреблению? Да, наверное. В нашей стране да. И я бы с вами тоже бы согласился. Мне тоже не нравится, что многие в этом, хотим мы того или нет, увидят попустительство. Меня пугает другое. Закручивание гаек по отношению к водителям при подобной совершенно чудовищно недееспособной полиции. Вот пока эти люди берут взятки, бесполезно нас дрессировать. Новость. На сайт пришел вопрос от Дмитрия, что лучше, Volkswagen Transporter или Hyundai H1. В H1 мне не нравится то, что в нашу страну упорно привозят только задний привод. Он существует и в полноприводном исполнении. Сам по себе аппарат очень достойный. У транспортера удобней, конечно, безопасней и правильней, то, что передний привод. По ценам они довольно близки, потому что Hyundai у нас тоже вдруг возомнил себя премиальным и стал стоить, как самолет. По обслуживанию Hyundai тоже давно уже не является дешевым брендом, к сожалению. И вот при прочих равных, если ваши водительские навыки, с одной стороны, что называется, средние, вы понимаете, не всегда будет хорошая дорога, не всегда будет попутный ветер, а с другой стороны, вы не всегда будете идти под загрузкой, то передний привод, конечно, предпочтительнее. На заднем просто надо уметь ездить. Тем более, когда вы идете на Hyundai H1, он высокий, заднеприводный, достаточно длинный и не загруженный, получается, что ведущая ось у вас не получает достаточную загрузку, не имеет того самого коэффициента сцепления, что летом при попутном ветре абсолютно не играет никакой роли. Летом всегда все хорошо, птички поют, солнышко светит, настроение шикарное, мы с вами молоды вне зависимости от возраста и даже перспективны. А вот когда слякоть, поворот, плохо видно, вы наступаете на одну педаль, потом на другую, вот тут начинаются трудности. Поэтому, собственно, я бы советовал только Volkswagen Transporter, либо посмотреть еще что-нибудь переднеприводное. Максим, здравствуйте. Да, день добрый, спасибо, Сергей Иванович, за отличную передачу. Спасибо вам. Я вам поговорил про Pajero Sport. Что с ним? Обладательный такого аппарата с пробегом на 60 тысяч, еще гарантийный. Это, во-первых, мой дизель 2,5. В принципе, не такой неплохой двигатель. Меня смущает кратковременный выброс синего дыма во время, когда газ с полом нажимаешь при перегазовках. А, на переходных режимах? Да, да, да. А вы машину брали не новую? Новую. То есть с нуля? Да, с турботаймером, все там, все как положено. Когда на переходных режимах у вас двигатель сплевывает сизом, это значит, что уже все, уже пора туда лезть. Потому что у вас же еще стоит катализатор на выходе, получается, что аж прям-таки сквозь катализатор все это идет. Значит, у... Там? Да. То есть движок на переходных режимах, когда сплевывает сизом, это значит, либо кольца, либо маслосъемные колпачки, они же сальники. Это проблема приближающейся кончины мотора. С этим можно пробегать еще довольно долго, но, судя по всему, уже не удастся. Странно, потому что с Рольфом мы имел дело, неоднократно ни с одним филиалом промывали, делали, что только не делали. Всякие прысками обучали, вот, брали тестовые автомобили даже, вот, просто, которые в Тедраевске с минимальным пробегом, там, 3-5 тысяч километров. Друг за дружкой ездили и тоже сплевывают, вот, синий, кратковременно, вот, когда газпол даешь. То есть, когда обычно в режимах едешь, нет такого, а когда вот газпол даешь, он выплевывает. Маленькая-маленькая облачка совсем, чуть-чуть. Говорит, нормально. Насчет нормы, это странно. За такую норму в Европе могут, знаете ли, и канделябрам по сусалам. Для меня тоже самое такое вопрос. И вообще-то получается, что это неприятное облачко прорывается сквозь катализатор, который должен был там растопыриться во все стороны, во все ладошки, и его обезвредить во что бы то ни стало. За норму это принять нельзя никак. За беду, ну, допустим, это тоже не беда. Это только первый звонок того, что там есть определенный момент нездоровья по выработке, но при всем при том, ничего такого нет. То есть, кольца еще не залегли, масло на угар не уходит в катастрофических количествах, значит, жить можно. Не, масло вообще не уходит. То есть, это на топливо. Значит, получается, что, в принципе, если по маслу здесь никакой проблемы нет, а по топливу, топливо просто плохое, и катализатор с этим не справился, и при этом еще не скончался, то есть, он еще не забит насмерть, потому что по динамике и по расходу у вас расход какой? Ну, расход где-то по городу 11,5. Неплохой у вас нормальный расход. Вот, то есть, пока в таком случае мы с восторгом в голосе можем констатировать полнейшее здоровье этого автомобиля, хотя, точка зрения, здесь не рассматривается. Это такое странное здоровье. Потому что я на многих поджерихах замечал, тоже заедешь с портами, то же самое, такой же, при перегазов, когда вот резко он ускоряется, там, кратковременно, там, выхлоп и все. Вот 4D-56, который двигатель. Ага, то есть, это топливо не успевает сгорать, и его выкидывает сразу уже на такте выпуска. Вот я на скольких катался, мне везло, я этого не видел. И я рефлекторно воспринимаю это как плохой симптом. Если машина при всем при том ведет себя прилично, масло не требует, тогда расслабьтесь, считайте, что это его приятная норма. Но аккуратно найдите тех людей, которые собаку съели, а заодно и этот двигатель знают. Потому что по гаражам мастера могут рассказать гораздо больше интересных подробностей, чем, соответственно, в сервисе. Пора в гараж. Пора в гараж хотя бы на консультацию. И вот у меня был момент общения с представителями фирмы Pajero. Там приезжали как раз ребята, которые из уфродного подразделения. Они собрали небольшую группу инициаторов и спрашивали, каким им сделать следующий L200, следующий Pajero Sport и следующий большой Pajero. То есть всякие варианты по компоновке. И какие у нас, у пользователей претензии. И вот Леша Мочилов, который в этом отношении подготовился гораздо лучше, чем все мы остальные. Он как раз прошелся по гаражным сервисам и собрал всю номенклатуру замечаний. И вот обобщив их, рассказывал о том, какие есть претензии. Вот вашей, по крайней мере, претензии там не было. Но он как раз и поставил в тупик японцев. Японцы говорят, знаете, то, о чем вы говорите, мы об этом не знаем. Потому что из дилерской сети. Ну, например, о том, как кончаются моторы у большого Pajero. Из-за того, что у него к заднему кондиционеру, к заднему отопителю, выведены трубки от радиатора металлические под днищем. Они на третьем году перегнивают. И получается, что из радиатора тасол уходит в одну секунду. И двигатель клинит. А об этом не догадаешься, не увидишь. Потому что, если это мелкая копель, то в какой момент она хлынет потоком, неизвестно. А самое главное, что под мотором-то никаких пятен нет. То есть ты подходишь к машине, у тебя под ней сухо. Сел, поехал, а потом выяснилось, что у тебя раз, двигатель стуканул. Потому что у тебя в одну секунду произошли вот эти физические процессы. И японцы говорят, а мы об этом не знаем. А они об этом почему не знают? Во-первых, потому что дилерская сеть не сталкивается с этим, это уже третий-четвертый год, то есть за пределами гарантийного срока. А во-вторых, потому что дилерская сеть, она мастерски научилась отшивать клиента, а не решать его проблемы. И поэтому японцы не в курсе, говорят, а мы не знали. И вот, например, ваша проблема тоже. С одной стороны, 60 тысяч это мало, а с другой стороны, японцы об этом не знают, а в гаражах-то знают. Да-да-да. И второй тогда вопросик, что ждать от этого автомобиля, помимо ТО-90? Рокового, который стоит, как новая машина. Сколько сейчас ТО-90 стоит? По минимальной стоимости, по-моему, что-то там говорили, в районе 25 или 30 тысяч. Ну что вы, это мало. Потому что ТО-90 на Паджеро-спорте обычно, по факту, подпрыгивает до 100 тысяч. У меня ТО-60 сейчас только разменял, до 45 тысяч отдал за него. Это я просто все поменял, все форсунки, все промыл, радиаторы снимали, в общем, по полной программе. Да, всего лишь навсего, 45 тысяч, да, так дешево. Сам по себе аппарат-то замечательный, поэтому могу вам только порадоваться вместе с вами и слегка позавидовать. У вас, тем более, суперселект или что? Суперселект, да, отлично, трансмиссия, доволен. Ну, замечательно. И по кузову ржавчины нет? По кузову, по гарантии заднюю дверь мне покрасили, где вот внизу накладочка есть пластиковая, гарантии красили. Ну, и скол на капоте, кстати, ржавеет мгновенно. По краске Mitsubishi я очень недоволен, так сказать. Ну, Mitsubishi надо, особенно всякие Pajero, Pajero Sport, заворачивать в пленку сразу в день покупки. По крышам есть. Ну, в прозрачную, да, потому что иначе вы ее не убережете. И это, кстати, тоже вот тот самый элемент нашей с вами добровольной фетишизации, когда мы ликуем и рассказываем друг другу, о, японское качество. А помните, сколько у нас по Тианам было вопросов, почему-то она ржавеет? Японская Тиана сразу в первый год. И Nissan, кстати, тоже не признает по этому поводу ничего. А сколько Honda у нас до дырок прогнивает моментально. И я на презентацию, когда Honda Civic ездил, то хэтчбэк из Британии белого цвета, лордами собранный в белых перчатках, презентационная машина. Она уже была с ржавыми потеками из-под краски. И Pajero в этом отношении нормальный японец. Вот, кстати, только Toyota в этом отношении еще немножко отличается. У них железка чуть-чуть другая. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать, Вадим. Я вас тоже рад слышать. Не представляю себе, что можно начинить в машине на 45 тысяч. Всего-навсего поменять фильтр, масло и еще что-нибудь. С ума сойти. Сергей, позвольте с вами согласиться по нескольким вопросам. Давайте. Значит, вот первое. Про корейские резиночки. Так. В частности, стабилизаторов в стулке. Вот в моей супруге был Hyundai Accent, проданный на пробеге в 40 тысяч километров. И эти резиночки мы не меняли. И, кстати, о вторичном рынке. Машина была в прекрасном состоянии. Не скручена. И с видом, там ничего. Сейчас она ездит на АХ-35. Ну, любовь у нее к корейцам. И тоже пробег приближается к 20 тысячам. Тоже про резиночки. Там пока что все в порядке. Знаете, Вадим, это вопрос ведь... Вадим, не путайте. Знаете, как то, что ваша жена проехала 40 тысяч, а вам никто не сказал о том, что менять нужны резиночки. Мы с вами не знаем, нужно было менять или не нужно было менять. А подвесочка-то не стучала. А она на самом деле и не стучит. И эти люфты, они на слух не ловятся. Они только монтажкой. И у Акцента как раз у него эти самые резиночки, они расходники, они при ТО 10 тысяч, замечательно меняются по кругу на всех четырех. У него же Макферсоны по кругу стоят. У него полностью независимая подвеска. И, кстати, Акцент, он же шикарно рулится. У него сзади стоит трехрычажка. Фантастическая совершенно. По сравнению с BMW, увы. Ну, да, с BMW. А по сравнению с Solaris'ом очень серьезный выигрыш. Жаль, что у Solaris'а нету этой трехрычажки. Я-то сам старался в баварской марке. Вы, наверное, еще и немецкое пиво любите. Да, люблю. Люблю задний привод, BMW, немецкое пиво. Да. Еще в чем... Убил машину, очень доволен. Вадим, вы хотели со мной не согласиться по многим параметрам. Ну, вот, в частности, про замену маслого КПП. Предыдущий мой автомобиль тоже был в марке BMW, 39-й кузов. Покупал я его в Европе с пробегом 160 тысяч. Наездил я на нем еще 250 тысяч. Плюс 250. И масло я в коробке не менял. Ух! 250. Замечательный результат. Да, да. Я бы не выдержал, я бы поменял. У меня бы сердце дрогнуло. Вот. А сейчас на 61-й кузов, вот тоже вас слушаю, думаю, может все-таки поменять масло в коробке? А можете не менять, Вадим, потому что вы везунчик. У вас BMW с любовью к вам, и вы к ней. Все, до завтра.